Смотрите, очень часто я слышу от женщины такие реплики, как отношения либо есть, либо нет, что тут думать? Думать надо всегда, ведь отношения можно исправить, как мне кажется, очень хороший ответ, замечательный ответ, спасибо вам, Галина, совершенно верно. Поэтому у меня к вам встречный вопрос. Можем ли мы прогнозировать развитие отношений? Дайте мне, пожалуйста, свое понимание того. Да, хорошо. Я знаю, что сейчас присутствуют мои вебинарщики, которые у меня учились и учатся, и которые успешно продвигаются сейчас по взаимоотношениям. Я прошу вас оставаться пассивными в этой дискуссии, только когда я вас призову. Почему? Потому что на сегодняшний день есть те, кому действительно нужно попробовать ответить на эти вопросы. Можем и надо учиться. Спасибо, Елена. Да, ладно. Поясните. Я хочу, чтобы вы вносили некоторые пояснения. Почему вы думаете? 50 на 50. Трудно быть уверенным во всем. Но пробовать все-таки стоит. Трудно быть уверенным во всем. Хорошо, хорошо. Имея знание, да. Вот это для меня очень хороший ответ. Почему? Потому что, как вы сядете за руль, если вы не знаете правила дорожного движения. Как вы сядете за руль, не имея представления о том, как управлять машиной. Куда вас увезет автомобиль, если вы нажимаете вместо тормоза газ. Это же понятно, что неминуемая катастрофа. И что остается в вашей жизни. Поэтому, когда я вижу комментарии на своей страничке «Теория любви», что зачем нам об этом знать, зачем вообще нам знать о взаимоотношениях, вот лучше, когда они стихийно, само собой получаются, не получается само собой. Их, как людей, как женщин, глубоко страдающих, которые несут в себе такой потенциал необыкновенный. И у меня, честно говоря, большие переживания по этому поводу. Когда я вижу таких прекрасных женщин, и они одиноки, и они уже смирились с собственным одиночеством. Эх, я знаю столько мужчин, которые просто в мечтах вынашивают. Любовь к вам и ищет вас. И вы ничего не делаете для того, чтобы быть найденными. То есть вы как-то где-то о себе заявляете как-то в каких-то кругах. Но, увы, увы, это, к сожалению, не работает. Работает то, когда вы совершенно точно знаете, с чем вы выходите в эфир, когда вы совершенно точно знаете, как вы себя презентуете в отношениях с мужчиной, когда вы совершенно точно знаете, что ожидать от тех или иных отношений. Вы знаете, какие они мужчины, И вы можете спрогнозировать взаимоотношения с тем или иным. То есть это ряд вопросов, которые нужно знать для того, чтобы понимать, к чему мы движемся. Собственно говоря, сегодня человек современный во всем пользуется знанием. Вы к компьютеру подойти-то не можете, если вы не знаете, куда нажимать. Правильно? План нашей встречи. На сегодняшний день я хочу говорить о продолжении темы разговор по душам. Это первое, о чем мы коснемся. Значит, если мы говорим о том, что разговор по душам разрушает взаимоотношения, то есть ли альтернатива разговору по душам? Второе. Причины, по которым мужчина пропадает после романтических отношений. Мы будем сегодня это обсуждать. Далее. Что мы знаем о взаимоотношениях? Почему с мужчинами не везет? Четвертый момент. Что для мужчины значит серьезные отношения? Далее. Пятое. На встрече вас ждет интервью с мужчиной, который будет комментировать свой опыт взаимоотношений с женщинами. Мужчина говорит, я смотрю на женщину и понимаю, хочу я с ней остаться на одну ночь или на всю жизнь. Значит, обратите внимание на его слова. Что может стоять за этими словами? Какой смысл? На встрече будет рассматриваться вопрос, как мужчина понимает, по каким критериям он... Следите за ответами на вопрос, какую женщину мужчина считает мудрой. И шестой момент, который мы сегодня затронем, это будет интервью с женщиной, которая построила отношения во взаимной любви. Или же интервью той женщины, которая строит взаимоотношения, в данный момент строит взаимоотношения с мужчиной. Я дам вам, как моей публике, я вам дам на выбор... Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok